здравствуйте дорогие ребята и уважаемые родители мы начинаем урок окружающего нас мир во втором классе ребята вы готовы к уроку молодцы проверим самостоятельную работу дома вы должны были узнать какие фрукты созревают в наших краях в мае записать их название свои рабочие тетради проверяем ребята начало мая это клубника и парниковая черешня конец мая клубника черешня абрикос и урюк проверили молодцы а сейчас разгадаем загадку кто-то там в углу садовом скромном платье целиловом прячется в листве пугливо догадались это молодцы ребята слива фрукт похож на неваляшку носит желтую рубашку тишину в саду нарушив с дерева упала верно с дерева упала груша сверху шкурка золотая в центре косточка большая что за фрукт вот вам вопрос это сладкий молодцы абрикос следующая загадка круглая румяная я расту на ветки любят меня взрослые любят меня детки подумайте ребята молодцы конечно же это яблоко это вишенки сестра но собой крупна добра раньше вишенки в цвету слаще вишенки во рту правильно ребята это черешня плод этот сладкий и круглый и гладкий внутри он душистый снаружи пушистый верно ребята это персик вот поспела ягодка рядом с ней и и сестричка вместе в листиках сидят и на солнышко глядят молодцы ребята это клубника ребята сегодня мы с вами напишем контрольную работу вы готовы тогда мы начинаем в наши контроля ребята 15 вопросов все вопросы и ответы будете записывать в рабочую тетрадь итак первое записываем какие месяцы считаются зимними месяцами ребята выбираем варианты ответов а б с или d вариант ответа а зимними месяцами считаются январь февраль март вариант ответа б декабрь февраль январь январь вариант ответа c ноябрь декабрь январь вариант ответа d январь февраль ребята выбрали зимние месяцы все три месяца должны быть зимние у нас на экране может быть их и меньше умнички что выращивают зимой в теплицах совершенно верно различные фрукты овощи зелень b яблоки груши виноград c дыни арбузы d все выращивают значит если у нас вы выбираете что выращивают все что дано в а b и c значит вы выбираете вариант ответа d будьте внимательны какие животные зимой содержатся дома и на фермах подумайте ребята а медведь лиса аист б орел верблюд журавль c корова лошадь курица д баран олень голубь повторяю еще раз какие животные зимой содержатся дома и на фермах а медведь лиса аист б орел верблюд журавль c корова лошадь курица д баран олень голубь выберите пожалуйста животных которые содержатся дома и на фермах молодцы четвертый вопрос какой бывает погода весной а становится очень жарко б становится теплее часто идут дожди вариант ответа c становится холодно вода в водоемах замерзает вариант ответа d идет снег холодно подумайте ребята какой бывает погода весной и выберите правильный ответ пятый вопрос что за праздник навруз ребята выбираем а праздник нового года нового дня б праздник начало весны вариант ответа c праздник окончания зимы д праздник дня равноденствия шестой вопрос что за день 21 марта а день начала весны а день начала весны б день весеннего равноденствия c день окончания зимы д день цветения деревьев а м молодцы переходим к седьмому вопросу какие цветы первыми цветут весной а А. Роза, Б. Тюльпан, С. Подснежник, Мак, Д. Астра. Еще раз. Какие цветы первыми цветут весной? А. Роза, Б. Тюльпан, С. Подснежник, Мак, Д. Астра. Успели? Продолжаем. Что такое весенние заморозки? Выбираем, ребята. Вариант ответа А. Заморозки, которые наступают весной внезапно. Вариант ответа Б. Резкое похолодание зимой. Вариант ответа С. Заморозки черного цвета. Д. Заморозки после снегопада. Ребята, выберите ответ на вопрос, что такое весенние заморозки. Девятый. Какие птицы прилетают весной? Вспоминаем, ребята. Варианты ответа А. А. Ласточка, Соловей, Журавль, Аист. Б. Ворона, Горлинка, Воробей. С. Пестрая ворона, Ястреб. Еще раз повторяю. А. Ласточка, Соловей, Журавль, Аист. Б. Ворона, Горлинка, Воробей. С. Пестрая ворона, Ястреб. Вариант ответа Д. Орел или Сокол. Молодцы, ребята. Десятый. Откуда люди берут все необходимое для себя? А. На рынке, В. В. Магазине, С. У. Природы, Д. Друг у друга. Повторяю. Откуда люди берут все необходимое для себя? А. На рынке, В. В. Магазине, С. У. Природы, Д. Друг у друга. 11. Для чего создаются национальные парки и заповедники? Еще раз читаю вопрос. Для чего создаются национальные парки и заповедники? Варианты ответов А. Для охраны природных богатств. Повторяю, для охраны природных богатств. Вариант ответа В. Для создания условий для отдыха людей. Вариант ответа С. Для создания красивых садов. Вариант ответа Д. Для того, чтобы беречь природу. Выбрали правильный ответ? Умнички! 12. Чем отличаются города от сел? Вариант ответов А. Города больше, чем села. Вариант ответов В. В городах больше жителей, чем в селах. Вариант ответа С. Здания в городах строятся многоэтажными. Вариант ответа Д. Все ответы верны. Ребята подумали и выбрали правильный ответ. 13. Укажите самый крупный город в нашей стране. Вариант ответа А. Самарканд. Вариант ответа В. Андижан. Вариант ответа С. Бухара. Вариант ответа Д. Ташкент. Повторю еще раз. А. Самарканд. В. Андижан. Вариант ответа Д. Ташкент. 14. Что сейчас строят в селах? Ребята, в селах строят. Вариант ответа А. Новые школы. В. Спортивные площадки. С. Красивые жилые дома. Д. Все ответы верны. Повторяю еще раз. Вариант ответа А. Новые школы. В. Б. Спортивные площадки. С. Красивые жилые дома. Все ответы верны. Значит, перед вами вот с правой стороны есть картинки. Это значит у нас школа, которая построена в селе. А это новые красивые жилые дома. Выбирайте. 15. Ребята, последний вопрос нашей контрольной работы. Плоды, каких овощей и фруктов, созревают в конце мая и в начале лета? Еще раз повторяю наш вопрос. Плоды, каких овощей и фруктов, созревают в конце мая и в начале лета? А. Огурцы, помидоры. Б. Хандаляшки, овощи. С. Клубника, черешня, урюк. И. Д. Все ответы верны. Повторю еще раз варианты ответов. А. Огурцы, помидоры. Б. Хандаляшки, овощи. С. Клубника, черешня, урюк. И вариант ответа. Д. Все ответы верны. Ребята, не забудьте, пожалуйста, отправить контрольную работу своим любимым учителям. А. А сейчас, ребята, мы должны помочь черепахе справиться с заданиями, которые она для вас приготовила. Начинаем. Вам нужно собрать в корзинку только овощи. Помогаем. Так, еще. Молодцы. Умнички. И, конечно же, еще мы должны добавить морковку. Вспоминаем, картофель, лук, капуста и морковь. Это овощи. И какие же фрукты? Это яблоко и ананас. Умнички. А теперь нужно собрать в корзинку фрукты. Собираем, ребята. Так, это у нас киви, груша, персик, апельсин, яблоко и все. Все. Молодцы. Собираем в корзинку ягоды, виноград, смородина, малинка и клубника. Совершенно верно, ребята. Это ягоды. Остальное, персик, яблоко и слива, это фрукты. А сейчас, ребята, хочется завершить наш урок стихотворением, которое написал Михаил Исаковский, а называется оно «Вишня». В ясный полдень на исходе лета шел старик дорогой полевой, вырыл вишню молодую где-то и, довольный, нес ее домой. Он глядел веселыми глазами на поля, на дальнюю межу и подумал, дай-ка я на память у дороги вишню посажу. Путники в тени ее прилягут, отдохнут в прохладе, в тишине, и, отведав сочных спелых ягод, может статься, вспомнят обо мне. Они вспомнят экая досада, я об этом вовсе не тужу. Не хотят, не вспоминай, не надо, все равно я вишню посажу. Ребята, вам понравилось стихотворение? Я уверена, что вам оно тоже понравилось. Будьте здоровы, ребята, и, пожалуйста, мойте фрукты и овощи перед едой. Спасибо вам, ребята, за активную работу. На этом наш урок окончен. До свидания, ребята. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова